Привет, дорогие друзья! С вами снова Дагмама Аня и мои собаки Софи и Эйвана. И сегодня мы хотим вас уберечь от пустой траты, пусть и небольших, но денег. В одном из интернет-магазинов мы купили вот такой вот выкручиватель клещей. Это фирма Трикси. Или ужасная подделка под нее, потому что я у Трикси видела более качественные металлические выкручиватели от клещей. Вот такие. Я всегда пользовалась обычным клещедером, похожим на наш русский лом. Или пальцами, на крайний случай, или же пинцетом. Мне стало интересно, что же это такое, и я решила попробовать. Матскими клещами сейчас я тебя за клещедерлю. С самого начала меня смутила некачественная упаковка. То есть, если посмотреть, то клещедер очень легко вынуть. И упаковка вот такая вот очень дешевая, он совершенно там в ней не держится. Я вообще обычно не покупаю в некачественных упаковках товары для животных. Это был интернет-магазин, и увидеть упаковку своими глазами очень сложно. Ну как, Софиш, тебе бы понравилось вот таким вот клещедером, чтобы тебя мучили? Похоже на шариковую ручку. Ага. Как пользоваться этим клещедером написано на многих языках, кроме русского. На русском есть только вот такая вот липучка. Способ применения на этой наклейке, конечно же, не написан. Написано, что это приспособление для удаления клещей. Пластик 9 сантиметров. На упаковке много немецких надписей, что создает ощущение, что это немецкий товар. Обычно немецкие товары очень качественные, так как немцы очень чепетильные, ребята. Софи, это не ручка. Да я уже поняла, Эйвен, это клещедер. Клещедер. Эйвен, это просто тест-драйв клещедера, который пока непонятно откуда, из Германии или же... Если присмотреться к вот этой вот маленькой наклеечке и почитать ее, там написано, что страна производства Китай. А Китай, к сожалению, славится своими некачественными товарами, хотя бывает и исключение. И в принципе, это уже объясняет дешевую некачественную упаковку. Ну ладно, Китай так Китай, посмотрим на сам товар. Ну и сам товар, простите за выражение, оказался полной какашкой. На вид он, конечно же, ничего, вроде такая милая ручечка зеленого цвета. Но если приглядеться, вы увидите, что это самый дешевый китайский пластик. Во-первых, выдает звук. Что там может греметь, непонятно. Это значит, что все детали этой конструкции сделаны неплотно. София, у нас есть игрушка-погремушка. Вот такие вот пластиковые точки какие-то здесь везде, которые указывают тоже на некачество товара. Точно такие же разнообразные пластиковые неровности и шероховатости видны на самих щипцах. Я подумала, не помешает ли это мне вытаскивать клещей. Ну хорошо, поехали дальше. Работа этого механизма проста. Либо мы нажимаем вот здесь вот, либо мы нажимаем вот здесь, как на шариковой ручке. Выглядит, как какой-то адский механизм, моя машина. Ага. Такое ощущение, что придумали это приспособление, как-то так. Мы придумаем супер-мега-новый клещедер. Все, что можно, уже придумали. Мы все равно придумаем, что кое-какого ни у кого еще нет. Но самый страшный момент начинается тогда, когда вы, предположим, начинаете вытаскивать клеща, и вот эта штучка просто вылетает, потому что она настолько там сильная пружина, что ее нужно очень сильно удерживать. А вот этот элемент, он вообще очень странный. Во-первых, это очень неудобно держать так, предположим, что клещ вот здесь. И вам, чтобы нажать вот на эту кнопку, нужно как-то изловчиться и удерживать эту кнопку до того, как вы не зацепите клеща. Сейчас я вытащу из тебя всех клещей. Мама, мама. Кроме того, этот выкручиватель постоянно заедает и издает какие-то странные звуки. Я даже слышу странные звуки. Ага, я. Мне кажется, что это работает только на каких-то огромных и жирных клещей, потому что я не представляю, как такими толстыми щипчиками зацепить малюсенького, маленького, только что присосавшегося клещика. Подцепить его с самого низу, и чтобы не сломать ему головку и не порвать его, зацепить его. Но это практически невозможно сделать такими толстыми зацепами. И, скорее всего, вот эти толстые пальцы зацепятся за кожу собаки или за шерсть ей станет больно и неприятно. А так как клеща нужно вытащить как можно скорее, то, боюсь, с таким инструментом у вас это точно не получится. Может и получится. Ну да, только не очень удачно. Да. Впрочем, ничего удивительного, ведь это Китай. Ничего против фирмы Трикси я сказать не могу, потому что я допускаю, что это настоящая китайская подделка. Кстати, в интернет-магазинах этот клещедер стоит в пределах 200 рублей. По скидке можно его найти и за 150. Но хотите ли вы тратить свои честно заработанные 150 рублей на вот такую вот? Поэтому я без особых сожалений выброшу этот товар на помойку и советую вам тоже не тратить свои деньги. Видимо, в Китае считают, что вытаскивать нужно только самых жирных клещей. Поэтому у них вот такие вот клещедеры. Любите своих собак, не покупайте им всякие некачественные товары, не тратьте деньги зря, и будет вам счастье. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Ты? Ты? Продолжение следует... Ты?